Несмотря на прогресс науки и техники, человечество до сих пор не только не научилось управлять природными явлениями, но и не умеет гарантированно прогнозировать их. Наглядный пример землетрясения, произошедшие недавно в Италии. О нем расскажем в следующем сюжете. На прошлой неделе в центральной части Италии на границе областей Лацио и Умбрия произошло мощнейшее землетрясение. Его магнитуду оценили в 6,2 балла. Специалисты зарегистрировали более 900 подземных толчков. По словам очевидцев, толчки были такой силы, что ощущались даже в Риме. У людей в домах двигалась мебель, качались люстры и падали плохо закрепленные предметы. Телефонная связь не работала, интернет тоже. Электричество вырубило. В результате несколько городов и деревушек в Апеннинских горах оказались разрушены. Без крова остались около 2,5 тысяч человек. Сейсмологи назвали это землетрясение поверхностным. Очаг находился на глубине менее 5 километров. А потому оно получилось особенно разрушительным. Сыграло роль и время. Эксперты уверяют, что если бы все произошло не глубокой ночью, а днем, то жертв было бы гораздо меньше. Как оказалось, здания Италии плохо подготовлены к подземным толчкам. Современные здания возводятся в соответствии с новыми требованиями. А вот многовековые постройки крайне сложно обезопасить. По мнению ученых, землетрясение произошло в результате расширения бассейна Теренского моря. Это тектоническая котловина, где еще в древности сформировался сейсмический разлом между двумя континентами – Европой и Африкой. И сейчас происходит растяжение земной коры вдоль Апеннин. Причем сейсмическая активность региона усиливается из-за движения плит, происходящего восточнее, в бассейне Адриатического моря. Поэтому регион представляет постоянную угрозу для жителей. Сильные землетрясения случались здесь неоднократно на протяжении многих веков. По словам экспертов, вероятность того, что в Италии снова произойдет нечто подобное, невысока. Самые сильные авторшоки амплитудой 5,5 баллов были зарегистрированы уже через час после землетрясения. Полагают, что авторшоковый процесс будет продолжаться, но чего-то более сильного вряд ли стоит ожидать. Ситуация идет на убыль. Надо сказать, что в некоторых регионах случаются так называемые парные землетрясения. Но Италия к таковым не относится. Кстати, многие отмечают трагическое совпадение. Землетрясение в Италии произошло в тот же день, что и знаменитое извержение вулкана Везувия в 79-м году. Кристина Смирнова, Леонид Ализаревич, Тюменское время. Субтитры создавал DimaTorzok